Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. В Минске умер певец Леонид Барткевич, солист Вия Песнеры. Об этом говорится в сообщении на странице солистов группы в Фейсбуке. Ему был 71 год. Барткевич пел в Песнерах с 1970 по 1980 год, затем он оставил группу, чтобы учиться в ГИТИСе на режиссера. В 1989 году он вместе с женой-гимнасткой Ольгой Карбут уехал в США и прожил там все 90-е. В 1999 году он вернулся в Песнеры и оставался в ансамбле до гибели художественного руководителя группы Владимира Мулявина в 2003 году. После этого Барткевич руководил собственным ансамблем, который также назвал Песнеры. В исполнении Барткевича известны такие песни, как «Белоруссия», «Вероника», «Александрына», «Березовый сок». Он был гражданином США и Белоруссии, заслуженным артистом БССР. В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев. Об этом сообщается на сайте Комитета по культуре города. Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей культуру Санкт-Петербурга, и выражаем искреннее соболезнования родным, близким и друзьям Евгения Сергеевича Тиличеева, говорится в публикации. Причина смерти не уточняется. Актеру театра и кино было 74 года. Евгений Тиличеев родился 1 июня 1946 года. С 1972 года был солистом Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, сыграл более 50 ролей на сцене и в кино. Среди наиболее известных ролей артиста «Иди и смотри», «Труфальдина из Бергама», «Безымянная звезда», «Ослиная шкура» и «Улица разбитых фонарей 3», за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность актер был награжден Орденом Дружбы. Ранее 13 апреля стало известно о смерти актера Игоря Желтаухова. Народный артист России скончался на 77 году жизни после продолжительной болезни. В Москве умерла актриса театра и кино Серафима Холина. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. Дочь артистки Людмила Голубицкая нашла мать мертвой в ее квартире на проспекте Вернадского. Точная причина смерти не уточняется. Ей было 97 лет. В прошлом году Голубицкая в беседе с изданием «Старик» призналась, что актриса страдает болезнью Альцгеймера и практически ничего не видит. Мама дома сидит. В основном смотрит телевизор, особенно любит новости, сказала наследница артистки. Серафима Холина родилась 29 августа 1923 года в Москве. В 1949 году она окончила в ГИК, пошла работать в киностудию «Мосфильм» и в театр-студию киноактера. Артистка снималась в кино, занималась дубляжом и играла на сцене театра. Американский актер Джозеф Серафа, известный паролик Джонни Сопрантовой в сериале «Клан Сапрана» умер в возрасте 64 лет, а в этом сообщают на себя эти ссылки на его агента. По словам агента, актер долгое время боролся с раком кишечника. «Покойся с миром, мой дорогой друг, сражавшийся в невероятной битве. Я буду скучать по тебе», — написал в Инстаграм актер Гарри Пастери. Серафа родился и вырос в Вашингтоне, учился в Стенфонском университете и школе искусств «Тиш» в Нью-Йорке. Начал сниматься в кино в 1993 году, тогда он сыграл в фильме «Путь Карлита». В «Клане Сапрана Серафа» исполнил роль Джонни Сапрано, отца главного героя сериала Тони Сапрано. Актер также снялся в фильмах «Сиротский Бруклин и Зачарованные». Он исполнил роли в сериалах «Грязные мокрые деньги», «Черный список», третья смена и американская история преступлений. Американский актер, режиссер и сценарист Джеймс Уэйт Хэмптон, хорошо известный советскому и российскому зрителю по фантастической картине «Ангар-18» скончался на 1985 году жизни в своем доме в Техасе 7 апреля. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Об этом сообщил в своем Facebook телеведущий Рэнди Уэст. Хэмптон родился в 1936 году в Оклахоме, вырос в Далласе. Закончил университет Северного Техаса. Работал барменом, телохранителем и фоторепортером. Служил в армии, имеет награды. Перебравшись в Нью-Йорк, в 1962-м получил свою первую роль в короткометражке, что вылилось в плодотворную карьеру, включающую порядка ста фильмов и сериалов. «Дымок из ствола», «Сыромятная плеть», «Гомер Куча», «Морпех», комедийный вестерн-отряд «Ф», «Ганнибал Добс», «Человек, который любил танцующую кошку», «Кот из космоса», «Китайский синдром», «Волчонок с Майклом Фоксом» и его сиквел, а также сериал «Пятая полицейская академия», «Дни нашей жизни», «Мэлроуз Плейс». Активно работал как режиссер, сценарист и продюсер телешоу в частности, «На вечерней тени» и «Грейс в огне». Ники Грэм, звезда реалити-шоу «Большой брат» и шоу «Принцесса Ники», умерла в пятницу утром. Ей было 38 лет. Смерть Грэм, издание «Оварайте» и ее агент Фредди Уайт. Близкий друг звезды Леон Ди также поделился новостью на странице GoFundMe, созданной для сбора денег на лечение ее анорексии. Согласно GoFundMe, Грэм боролась с расстройством пищевого поведения большую часть своей жизни. Грэм прославилась в седьмом сезоне сериала «Большой брат Великобритания» в 2006 году, в котором она заняла пятое место. Позже в том же году она снялась в собственном реалити-сериале «Принцесса Ники», в котором пытался устроиться на несколько работ, таких, например, как «Сбор мусора» и «Глубоководная рыбалка», и посмотреть, сможет ли она продержаться на них хотя бы день или будет уволена. В 2010 году Грэм заняла второе место в шоу «Последний большой брат», а в 2015 году вернулась в качестве соседки по дому в шестнадцатом сезоне «Большой брат Великобритания». В следующем году Грэм соревновалась в «Большом брате Канады» и заняла шестое место. Грэм также выиграла национальную телевизионную премию как самый популярный телевизионный претендент и написала две книги «Умирать, чтобы быть худой и хрупкой», в которых описаны ее страдания с анорексией. Взносы в GoFundMe, собранные для Грэм, будут переданы организации, поддерживающей тех, кто страдает анорексией. Актриса Ольга Пашкова умерла после продолжительной болезни, сообщили в Малом театре. Деталей о болезни там не привели, а времени прощания с ней пообещали сообщить дополнительно. Пашковой было 55 лет. Выражаем искреннее соболезнование, родным и близким Ольге Леонидовне Пашковой заявили в театре. В 1987 году Пашкова окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и тогда же была принята в труп у Малого театра, в котором прослужила до конца жизни. В 1998 получила звание заслуженной артистки России, а в 2006 году — звание народной артистки. Актриса в основном играла в театральных постановках, в том числе в спектаклях «Недоросль», «Горе от ума», «Три сестры», «Убийство Гонзага». Среди ее работ в кино и на телевидении, съемки в кинофильме Сергея Овчарова «Оно», сказ про Федота Стрельца, она сыграла Марусю, жену Федота, роль в эпизоде сериала «Возвращение Мухтара» и сериале «Северный сфинкс».